В Донецкой области вынужденные мигранты не могут получить адресную материальную помощь. Большинство попросту не успевают отслеживать изменения в законодательстве о начислении выплат для переселенцев. Некоторым просто не под силу выполнить требования миграционной службы. О чем речь расскажут наши корреспонденты. Александр Никитин приехал с двумя детьми и женой из Углегорска. Их город находится на неподконтрольной Украине территории. Статус переселенцев семья получила месяц назад. Однако положенную адресную помощь вынужденные мигранты не получают. Помощь переселенческую никакую не получаем. Получает жена на младшую дочь 860 гривен. Из этих 860 гривен 400 нужно отдать за квартиру. Супруги рассказывают, денег едва хватает, чтобы прокормить детей. Все доходы уходят на аренду жильям. На смеси нереальные деньги уходят. Мы выживаем благодаря тому, что нам помогают волонтеры. В городском управлении труда и соцзащиты объясняют, чтобы получить адресную материальную помощь, вынужденным мигрантам недостаточно получить статус переселенца. Для начисления выплат теперь еще необходимо поставить печать в миграционной службе. Только после этого переселенцы могут получить пособие. Для того, чтобы получить адресную помощь, недостаточно того, что человек получит статус переселенца. Он, когда этот статус получает, он должен обязательно обратиться в общественную приемную нашу и сдать заявление и те документы, которые ранее указала, для назначения денег. Спасаясь от обстрела, Маргарита Шапкова переехала в Красноармейск с семьей из Авдеевки. Говорит, в местной миграционной службе ей отказались ставить штампы. Потребовали привезти владельцев арендуемой квартиры. Однако они сейчас находятся за пределами Украины, говорит Маргарита. Мы зарегистрировались как переселенцы, но возникла еще одна проблема. Мы не можем поставить штамп в миграционной службе для того, чтобы нам было назначено пособие, положенное по закону переселенцев, в связи с тем, что хозяева нашей квартиры выехали из города в другую страну. И мы не можем предоставить ни документы, ни хозяев в миграционную службу. В миграционной службе уверяют, выезд владельцев временного жилья из страны, как в случае Маргариты Шапковой, ситуацию не меняет. Специалисты говорят, присутствие владельцу квартир требует официальный Киев. Ольга Соломяная, Телеканал Донбасс.